всем привет в общем начинаю красить бокам нанес подложку в полтора слоя наносится очень хорошо перекрывает отлично я думаю вот на этой бочине красный цвет можно будет увидеть в полном его смысле почему потому что много изгибов рельефов как видно функции металлика тут очень явно прослеживается поэтому мы проверим что из этого получится ну вот сейчас нанес 1 тонкий равномерный слой видно как он его перекрывает вообще никак и вот так вот слой за слоем пока не добьюсь полностью равномерного цвета сейчас ушло половину бачка краскопульта там где-то на 600 грамм 300 грамм вообще в никуда просто летели что наносим дальше слои на место второй слой он также вообще никакой хера он не перекрыл до сих пор просветы небольшие все равно еще пока остаются ушло сейчас 600 грамм просто краски 600 я купил 4 литра без подложки 4 литра красные такие дела нанес только третий слой и все равно он до конца не перекрыл в общем четыре слоя как минимум вот на крыло я нанес почти 4 вот оно все почти равномерно краски покупал 3 литра серебристый и 4 литра самое красное перламутровый вот столько остался от 4 литров покрасил только крышу и бок не знаю куда она летит блять ну деваться некуда будем красить вот только сейчас нанес четвертый слой без лака сейчас вот видно он еще некоторых местах глянцевой сейчас вот высохнет лак наносить но как же все таки он плохо перекрывается это просто вообще пять короче тех четырех литров это все еще пять покупать и может быть тогда я впритык уложусь может я как-то крашу неправильно как еще правильней я эту краску даже не разбавлял она настолько жидкая что ее даже разбавлять не пришлось и краска пультом я веду на расстоянии ладоней то есть как обычно ничего тут нового на цвет будет все равно если надо будет еще 4 литра купить купим в общем последний слой нанес это 4 ну сразу скажу что хоть количество слоев там много там 4 там или 5 если там но все слои очень тонкие буквально пылил то есть ничего не заливал там чуть тут за видно как залив идет сразу я это перевожу сейчас жду как подсохнет и буду наносить бумаг сейчас выключил боковой свет чтобы посмотреть как я даже не пойму то ли он какой-то розовый что блять отдает оттенок какой-то в любом случае пока лак не нанесется цвет не проявится нанес первый слой лак так правую сторону я тоже покрасил так вот учился что сейчас клею пленку хорошо крышку багажника капот еще пару слов хотел сказать об этом цвете вот он на самом деле вот сейчас в гараже под цветом моих ламп дневного света желтоватого цвета он какой-то искать непонятно с разных углов по разному как-то отсвечивает и так и просто сейчас не могу я понять в полной мере какой-то цвет но я выключал свет и открывал ворота он становится просто другим вообще другим все подготовка покраски сейчас обезжириваю капот крышку наносим серебряном нанес 4 слоя хороших хороших сейчас подсохнет и будем лакировать пока сохнет второй слой лака я решил я решил пройтись по открылке вот этим составом будет 930 у нее же антикоррозийные свойства ну и шумоизоляция дополнительно не помешает сейчас это крыло уже сделал сейчас бодяжу все растворителем потому что очень густой состав заливаю старую банку из-под антигравия все и наношу дополнительно пусть будет все нанес я третий слой также нанес антикоррозийный состав на все подкрылки сейчас оставляю на ночь сушиться под разным углом то он один то он другой то он третий короче вообще теперь пару слов об эмблемах которые купил купил их уже очень давно они ждут своего часа это будет самый последний этап самый долгожданный эти эмблемы я купил на алиэкспрессе они стоят что-то там 200 рублей за пару дизайн джуджару я купил ну я купил на ebay по моему 700 рублей ну колпачки это так вообще 3 копейки дальше боковые шильдики тиай вот код их задний шильдик тиай все шильдики вот именно тиай который комплект обошелся в семь с половиной тысяч за три вот этих пластмасски так логотип 159 он тоже должен присутствовать на бампере и купил два клевера на алиэкспрессе не знаю буду клеить или нет те кто не знает что это такое я не буду сейчас объяснять эту долгую историю там целая легенда проект клевер поэтому альфис тыщ в курсе обычный зритель вряд ли поймет вот но самом конце решил клеить или нет гонаком 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 а Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok